Программа «Рунет сегодня» – совместный проект «Финам.ФМ» и Центр онлайн-образования «Нотология». Ведущий программы – генеральный директор Центра «Нотология» Максим Спиридонов. «Рунет сегодня» на «Финам.ФМ». Для лиц старше 16 лет. Доброе утро, друзья! 11.05 в Москве. Это программа «Рунет сегодня» от 3 февраля 2014 года. Рассказываем для вас о самом главном – том, что случилось в цифровом пространстве в электронной коммерции, интернет-бизнесе, в социальных сетях и так далее. Как обычно, целую неделю мы внимательным образом следили за тем, что происходило в виртуальном пространстве, в этом цифровом мире, и отобрали для вас 6 самых важных, на наш взгляд, событий «Рунета» и глобальной сети. Три из них, показавшиеся нам самыми нелюбопытными, самыми, так сказать, трендаобразующими, с позволения сказать, мы превратили в развернутые новостные сюжеты. Еще три обсудим в экспресс-режиме в первом блоке программы, то есть «Вот-вот». В студии ведущей программы – гендиректор Центра онлайн-образования «Нотология» Максим Спиридонов. Это я. И эксперты этого выпуска – Антон Савельев, коммерческий директор «Live Journal Russia». Приветствую, Антон. Здрасте. И Павел Рогожин, управляющий партнер «Рогожин Asset Management». Приветствую, Павел. Добрый день. Впервые приветствую тебя в этом амплуа, имею в виду в новой должности. До этого Павел занимался управлением в компаниях «Рамблер Афиша» и в «Медиамир» группы компании «РБК». Значит, коллеги, для вас и для наших слушателей короткий анонс главных новостей. Те три главные события, которые мы разберем основательнейшим образом. Вот они. Первое. Яндекс занялся логистикой. Компания купила программное обеспечение логистического агрегатора «Мультишип», а также вложила в сам стартап несколько миллионов долларов. Как это повлияет на развитие Яндекс.Маркета? Потому что, несомненно, это рассказ про Яндекс.Маркет. Ну и как может сказаться на всем рынке российской электронной коммерции. Второе. Речь пойдет о том, что Центробанк предостерег граждан и юридических лиц от использования биткоинов. В чем заключаются претензии российской власти к криптовалюте и каковы ее перспективы в России, ну и на мировой арене. Из-за решения выпуска мы поговорим о крупной международной сделке о том, что Google продал Моторола китайскому концерну Lenovo почти за 3 миллиарда долларов. Почему американская компания отказалась от производства собственных мобильных телефонов или, вернее, смартфонов и решила продать производителя в несколько раз дешевле, чем приобретала? Эти вопросы мы пробуем разобрать в течение четвертого блока нашей программы и третьего новостного сюжета. Это три главные новости ушедшей недели. Сейчас же традиционно экспресс-обсуждение еще трех достойных внимания событий. Ронет сегодня на Финам-ФМ. Крупнейший акционер ВКонтакте, фонд UCP, владеющий 48% акции компании, составил список потенциальных кандидатов на замену действующему гендиректору соцсети Павлову Дурову. По сообщению газеты «Ведомости», среди гендиректора на пост гендиректора и числятся сооснователь соцсети Лев Левиев, создатель портала «Суперджоп» Алексей Захаров, бывший вице-президент ВКонтакте Илья Перекопский. Двиг развивается. Не охотите, коллеги? Прежде, похоже, что у Дурова уже немного шансов остаться в голове компании. Впрочем, похоже, что он и не очень готов за это биться. Не так ли, Павел? Ну, как готов-не готов биться. Павел Дуров дал достаточно такой внятный комментарий на Роймру. Насчет того, что сейчас все вот эти заявления, все эти слухи со стороны ЮСИПИ, они выглядят как такое некое раскачивание лодки, раскачивание ситуации. А со стороны это, ну, достаточно похоже на некий такой конфликт между акционерами за управление компанией. Выглядит вполне так, и это вполне совпадает с самим комментарием Дурова. Последние две до с половиной недели в медиаполе полно рассказов о том, что Дуров уйдет, или Дуров может уйти, или Дуров, что реально уже случилось, продал свои акции и не является более владельцем, или, вернее, совладельцем ВКонтакте ни на Йоту. Более того, недавно, ну, собственно, на той же неделе, на прошедшей, которую мы обсуждаем, возник и другой список кандидатов. Если помните, со ссылкой на неназванные источники был озвучен и Тартас. По данным информагентства на пост гендиректора соцсети претендует действующий зам гендиректора, тот, который недавно появился в ВКонтакте, Дмитрий Сергеев. Человек с корпоративным опытом из «Коммерсанта», если я правильно помню. Руководитель проекта «Одноклассники» Илья Широков. Красивая версия на скате. Широков поднял «Одноклассники» из ниспадающего тренда, почему бы ему не заняться ВКонтакте. И предшественник Никита Шерман, также занимавшийся «Одноклассниками» в свое время. Антон, твое мнение, что происходит? — Насколько я знаю, сейчас постоянно идет поток новостей, на самом деле, по этому вопросу. Фигурировали еще какие-то фамилии. Плюс вчера вечером практически я где-то в новостных лентах видел новость о том, что все-таки акционеры давали комментарий о том, что не планируют расставаться с Дуровым. Поэтому, понятное дело, что пока идет некая такая медийная кампания, цели которой не совсем, в общем, понятны. Лично мое мнение заключается, наверное, в том, что я не знаком лично с Павлом Дуровым. Не знаю, что это за человек, но судя по его интервью, по его каким-то действиям, мне кажется, что он навряд ли согласится на роль такого свадебного генерала возглавлять кампанию, в которой он не сможет принимать каких-то решений. Я бы не сказал, не каких-то, а всех решений. Да, да, да. Дело не сможет принимать всех решений, потому что именно так он привык действовать. Работа в кровативной структуре, где есть акционеры, которые диктуют свою волю, это работа в том числе по взятию под козырек. Чего прикажете? Видимо, это не в духе Дурова. И, видимо, он уже морально готов к тому, чтобы уйти. События будущих недель покажут нам, так ли это действительно. Идем дальше. Роскомнадзор заблокировал первые четыре сайта по закону об информации, который предполагает досудебную блокировку по запросу прокуратуры. Один из заблокированных материалов находился на блок-платформе LiveJournal, за чего блок-хостинг, огромный и крупнейший блок-хостинг в Рунете, был в течение получаса недоступен для абонентов некоторых провайдеров. Это очень сильно забеспокоило многих из наших коллег, общественность. Ну, собственно, у нас представитель ньюсмейкера. Антон, снова тебе слово. Да, это наша новость. Многие реально забеспокоились. И один из абологетов, как я говорил тебе за эфиром ЖЖ, уже казалось бы, куда больше, Антон Носик, впервые прямо написал, что пора готовить запасные аэродромы. Давайте я немножко развею опасения слушателей. Во-первых, по сути своей не сильно что-либо сейчас изменилось. Предписание о блокировке доступа к блогам и отдельным статьям мы получали и ранее. И, в общем, для пользователя это не является новостью. Это были достаточно такие обсуждаемые события. Что произошло сейчас? Вступил в силу новый закон, в соответствии с которым вся площадка может быть заблокирована до момента удаления записи, которая нарушает закон. Мы получили это предписание. И в соответствии с законом мы заблокировали доступ к записи на территории России. Запись не была удалена. Я был в Германии, кажется, в этот момент вчера посмотрел, она действительно была читабельна из Германии. Да, мы обязаны были это сделать по закону. Далее, вся процедура, предусмотренная в ЖЖ в таких случаях, осталась неизменной. У нас существует конфликтная комиссия. Это независимый орган, очень важно, который базируется в Калифорнии и который рассматривает подобные жалобы на предмет соответствия пользовательскому соглашению. Это вот тем правилам, которые пользователи подписывают. Я приду у тебя, просто у нас мало очень времени. Я задам короткий вопрос. Следующий характер. Смотри, является ли это симптомом? Означает ли это, что действительно сейчас Роскомнадзор, исполнительная власть действительно взялась основательно за то, что публикуют пользователи, особенно популярные пользователи, а многие из них находятся на платформе ЖЖ, с острыми мнениями? Они за это взялись и, видимо, начнут душить и могут додушить очень быстро ЖЖ до состояния полной недееспособности. Ты этого не опасаешься? Здесь, конечно, нужно смотреть на правоприменительную практику. Что будет дальше непосредственно. Пока мы никаких критичных симптомов не наблюдаем. Для нас сильно ничего не изменилось. Можно сказать так, что вы обеспокоены, но пока еще никакие выводы. Да, мы отладили всю систему реагирования на подобные предписания таким образом, чтобы максимально быстро их решать и избежать блокировки всего сайта. Не только вы, Management Live Journal, но и вообще все пользователи Рунета, отрасль будет наблюдать серьезно за тем, как этот закон об информации будет внедряться. И совсем коротко, еще одна новость в спецрежиме. Минэкономразвитие, правительство России согласовали максимальный порог беспощадного ввоза в страну интернет-посылок из-за рубежа с суммой в 150 евро. До этого было 1000 евро. Напомню, это разговор о снижении порога беспощадного ввоза активно шли последние месяцы. Бурно шли, и вот оно. Поставить ли это точку в теме заграничных покупок Рунета, Павел? 20 секунд. Думаю, не поставят. Остаются еще пока открыты вопросы с участниками другими таможенного союза. Это Казахстан, Белоруссия. У них другие ограничения. Пока это еще вопрос там не согласован. И каналы поставки пока еще окончательно, скажем так, не заканчивают. В общем, давят на эту тему, но пока еще непонятно, как она развивается в окончательной перспективе. Мы сделаем паузу обсуждения главных событий онлайна. Через две минуты начнем разбираться с тем, зачем Яндекс пошел в логистику, что это может означать для нас, интернет-пользователей. Программа «Рунет сегодня» – совместный проект «Финам.ФМ» и Центр онлайн-образования «Нотология». Ведущий программы – генеральный директор Центра «Нотология» Максим Спиридонов. Главные события российского интернета в авторской программе Максима Спиридонова «Рунет сегодня». Программа для тех, кто не только пользуется интернетом, но и строит свой бизнес в глобальной сети. Ведущие эксперты отрасли расскажут, чем живет веб-индустрия. Новые идеи, новые компании, взлеты и падения, имена нынешних и будущих виртуальных звезд. Будьте в курсе событий во всемирной паутине. Слушайте «Рунет сегодня» каждый понедельник в 11.05 на «Финам.ФМ». 99,6 в Москве. Для лиц старше 16 лет. Доброе утро снова. «Рунет сегодня» 3 февраля 2014 года. Мы рассказываем о главном, самом важном интересном том, что случилось в виртуальном пространстве. Меня зовут Максим Спиридонов. Эксперты выпуска Павел Рогожин, управляющий партнер «Рогожин Asset Management» и Антон Савельев, коммерческий директор «Лайв-джонал Раша». На троих мы обсуждаем то, что случилось, расставляем акценты, пытаемся понять, как события найдут свое продолжение, каким образом они будут выглядеть дальше в своем развитии. Напомню также, что программа это 3 февраля 2014 года. Говорю для тех, кто слушает нас не в прямом эфире, в котором мы находимся в эти минуты, а в подкасте, на который рекомендую подписываться всем и каждому, для того, чтобы не пропускать ни одного эпизода программы «Рунет сегодня». Быть всегда в курсе того, что происходит в глобальной сети «Рунете» в частности. Коллеги, прежде чем перейти к следующей новости, вопрос. Согласны ли вы с тем, что доставка товаров – одна из главных проблем российской электронной коммерции? Или есть другие, более серьезные? В частности, вот та история с кроссборторговлей, пардон, то есть тем, что с российскими товарами здесь, в «Рунете» конкурируют товары на Западе. Павел, твое мнение? Ну да, это ключевая проблема. И то, что по нашему опыту еще в свое время, когда я был в граммлере «Рафиш», когда мы занимались проектом, связанным с e-commerce, это одна из ключевых проблем, которая очень сильно тормозит развитие. Доставка? Доставка. Конечно, мы прекрасно видим сейчас на примерах, что проблемы с доставкой могут практически за несколько дней свести на нет бизнес крупных интернет-ритейлеров. Например? А? Например? Ну, я сейчас говорю о доставке из-за рубежа, в первую очередь. А, ты имеешь в виду то, что мы бы отрубили… То есть, огромные потоки могут быть перекрыты практически за несколько дней, когда возникают проблемы с доставкой. Ну да, ладно. Сейчас, собственно, тогда к новости о продолжении направленного развития Яндекса. Как игрока рынка российского e-commerce. Корпорация Яндекс заключила соглашение о сотрудничестве с агрегатором логистических сервисов для интернет-магазинов Multiship. В рамках сделки интернет-гигант заплатил миллион долларов за программное обеспечение стартапа, а также инвестировал еще несколько миллионов долларов в развитие компании. Надо сказать, что к Multiship подключена большая часть логистических служб, работающих в России. И, в общем, это довольно сильный проект, судя по тому, что я увидел, знакомишься с ним довольно повешенность, правда. Но, поглядев, что там внутри, на ваш взгляд, какие планы стоят за этой инвестицией? Что может быть дальше вот в этом альянсе, который как-то половинчато сейчас пока выглядит? То, что Яндекс, он, по крайней мере, судя по прослезу, даже не вошел туда, а вот как-то купил их программу и дало немножко денег. То есть, это не стало частью Яндекса. Антон, твое мнение? Мне кажется, что для всего российского e-commerce сейчас основная точка роста — это регионы. И, соответственно, для роста регионов в первую очередь необходимо обеспечить качественную логистику. Вот здесь, на мой взгляд, именно эти вопросы начинает решать Яндекс, потому что, ну, как минимум, как я понимаю, это в короткой перспективе может обеспечить всем магазинам равномерный доступ к большому количеству логистических компаний. А Яндекс заботится о инфраструктуре электронной коммерции в целом в Рудате, так, Павел? Ну, в целом и в целом. Яндекс вообще действует достаточно последовательно. Не так давно, в прошлом году, они ввели возможность организации в Яндекс.Маркете, которая раньше представила себе просто такой листинговый сайт для сравнения цены, выбора поставщиков для частных клиентов. Говорюсь, ведущий листинговый сайт Рунета. Да, ведущий. Соткрыл. Соответственно, они ввели возможность совершения транзакции в непосредственно Яндекс.Маркете, ввели историю с созданием, когда вы можете создать на базе Яндекс.Маркета собственный магазин, собственную витрину. Похожие решения мы реализовывали примерно, там, затрум, там, полгода, год еще в Рамблер-афише. Это была история, там, инвестиции в Ичибу, объединение с Price.ru и последствия с Бегуном. Соответственно, когда у тебя появляется возможность совершения транзакции на твоей площадке, которая имеет очень большую аудиторию за счет ведущего поиска в России, то, по сути, вы становитесь самым большим интернет-магазином. Дальше возникает вопрос, если Яндекс, чисто технологическая компания, которая не занимается чистым e-commerce, она отдает необходимые вот эти функции на, скажем так, аутсорс. В данном случае вот эта инвестиция, это и есть получение качественного такого агрегатора еще и по логистике. При этом, по сути, весь механизм при взаимодействии с Яндекс.Маркетом превращается в историю, очень похожую на Амазон. То есть, пользователь также может зайти, выбрать там, через какую логистическую компанию при оформлении заказа на Амазоне, как и на Яндекс.Маркете, будет осуществляться доставка. То есть, они вот это направление очень последовательно выстраивают. На мой взгляд, очень сухо. По поводу Амазона мы задали вопрос уже в Твиттере, я об этом скажу чуть позже, но сейчас у нас на связи есть один из, собственно, главных ньюсмейкеров, человек изнутри, Алексей Авдей, руководитель сервиса Яндекс.Маркет. Алексей, слышите нас? Доброе утро. Доброе. Алексей, ну, по вопросу Лизу, такое ощущение, что вы осторожничаете, то есть, вы так половинчато комментируете в том смысле, что вот мы начали сотрудничество с Multiship, внесли в него несколько миллионов долларов, и, как заявлено на пресс-релизе, Яндекс, да, я цитирую, Яндекс будет поменять технологию платформы Multiship для расчета сроков стоимости доставки. Только и расчета? Или все-таки вы смотрите в сторону какого-то более глобального решения? Ну, конечно, мы смотрим не только в сторону расчета, хотя и это является важным, до сих пор многие пользователи не знают, сколько будет стоить доставка из Москвы, не знаю, в какой-нибудь небольшой город. Вот, поэтому важно, что мы нашли энергичных предпринимателей, которые, как и мы, хотят развиваться, хотят действительно делать хороший сервис для регионов, агрегировать грузоперевозчиков, давать простой пост подключения магазинов. Вообще наша цель, если так сказать, в общем, чтобы пользователи получили хороший сервис по низкой цене доставки товаров. И для этого мы, как раз, и партнеримся с Multiship. Как будет работать в идеальном случае связка Яндекс.Маркета, который все больше и больше становится действительно не просто каталогом товаров, а почти что магазином, как вот в идеальном варианте в будущем будет работать связка это каталог товаров плюс возможность покупки, плюс логистика, которую, похоже, вы внедряете глубоко достаточно? Я думаю, что пользователь из регионов придет на Яндекс.Маркет, посмотрит, выберет товар, дальше он увидит, допустим, небольшой магазин, который раньше бы не доставил ему товар, легко и просто оформит этот заказ на маркете, ну или может перейти на сайт-магазин, если хочет и там оформить, увидит точный срок и стоимости доставки, получит трекинг, это очень важно, предоплатит заказ, предоплатит, например, на Яндексе, и он будет понимать, что если что-то не так, то Яндекс вернет ему деньги. И видит трекинг, видит, что происходит с каждым товаром, получает восстановленный срок свой товар. Вот это у нас такая мечта. А в какие сроки, предполагаете, она может быть реализована? Ну, я думаю, что это вот с нескольких лет. То есть это не на 10 лет, конечно. Вообще в e-commerce нельзя загадывать больше, чем на 3 года. Особенно в российском? Ну, да. А как смотрит Яндекс, если уж мы имеем возможность поговорить на этот счет, на события вокруг вот этого вот уменьшения налоговой пошлины, то есть уменьшения порога безналоговой пошлины до 150 евро, насколько это позитивно повлияет на ваш взгляд, как вроде бы как неполезвятых арбитров электронной коммерции России, на рынок в целом, рынок Рунета в этой области? Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это не поможет текущим интернет-магазинам в России. И надо, чтобы больше людей покупало в интернете. Сейчас покупает довольно мало людей. И кроссборд, тот же Alibaba или там eBay, это один из возможностей стягивать этих людей. И регулирование, особенно в деле в нашем государстве, не всегда адекватно. Поэтому мне кажется, что предыдущий вариант был намного лучше. Кроссборд рос просто большими темпами. И все больше и больше людей, которые раньше вообще не покупали в интернете, они втягивались и сначала купили на Алиэкспрессе, а потом уже купили в российских магазинах. Поэтому в целом... То есть кроссборд был одним из способов провести ликбез для пользователя, который еще не начал покупать основательно? Да. Вот мы делали опрос, и было очень интересно. Пользователи, когда покупали на Алиэкспрессе, мы спрашивали, а почему вы покупаете? Они говорят, ну очень дешево, и мы можем при маленькой зарплате одеть всю семью. То есть когда какой-нибудь пуховик в 5 раз дешевле в Китае, чем у нас в России, а у людей очень маленькая зарплата в регионах, то это реально решение. Теперь я не знаю, что будет с людьми. Им придется платить больше. И ладно платить больше, пошли на это второй вопрос. Вопрос про барьеры. Если барьеры появятся с картами, с обязательной регистрацией, получением по месту регистрации и так далее. Вот это самое негативное. Пошли на лан еще второй вопрос. Возвращаясь к вашей инициативе с построением на базе Яндекс.Маркета какой-то большой площадки, получается, что это модель фактически Амазона, о чем мы уже обмолвились разок. Амазона с, если я правильно понимаю, Marketplaces. Кажется, так называется их сервис. То есть, когда он делает все сам, кроме того, что не сам хранит. То есть, он не оперирует товаром буквально, но он является оператором его, по сути дела, со всех точек зрения надзорно. Ну, если сейчас, не совсем корректно сравнивать Яндекс.Маркет и Амазон, потому что мы не продаем свои товары. Больше похоже здесь на Авиэкспресс, наверное, или на eBay. И у нас нет фулт-финута, то есть, когда магазин может привезти в свой товар, и дальше его уже там довезут. Поэтому у нас, в общем, некоторый свой путь. Но да, мы хотим идти в ту сторону, чтобы маленькие магазины и средние могли легко и просто доставлять в Россию. Последний вопрос. Электронная коммерция, очевидно, становится одним из главных направлений развития для Яндекса. Так ли это? Проговаривается это явно, артикулируется это явно на уровне руководства, что для нас электронная коммерция также важна, как поиск, например. Да, это так. Электронная коммерция и ряд некоторых сервисов является проритетным направлением для Яндекса. В первую очередь, потому что очень хороший темп роста и коммерса. И Яндекс.Маркетская компания и она вкладывает усилия в те вещи, которые позволят больше заработать, с одной стороны. А с другой стороны, дадут хороший сервис для пользователей. Спасибо большое. Далее, Алексей Авдея, руководитель сервиса Яндекс.Маркет. Коллеги, есть что добавить к тому, что мы сейчас проговорили? Антон. Да нет, ну, собственно, основной смысл, мне кажется, ясен. Мы об этом сказали в самом начале. Логистика, развитие логистики это основной драйвер и драйвер продаж. Кроме всего, мы наблюдаем степ-бай-степ за походом Яндекса в электронную коммерцию все глубже и глубже и глубже. Причем достаточно глубоко от того, что изначально он себя представлял. То есть, казалось бы, поиск, ну там, геолокация, да, а тут на тебе, так глубоко электронную коммерцию. Коротко, совсем к Твиттеру, извините, пожалуйста, Паш. Мы спросили в Твиттере Максим Спиридонов, который используем периодически в служебных целях, мой личный Твиттер. Так вот, в Твиттере Максим Спиридонов мы спросили, будет ли Яндекс строить свой Амазон на базе Яндекс.Маркет? Мы на придуга догадали твой комментарий. Паша, на базе Яндекс.Маркет и мультишип. Забавно, что один из советов был следующий. Не будет. Я думаю, кто же так коротко ответил-то? Смотрю, это один из топ-менеджеров Яндекса по пиар. Владимир Исаев, также один из гостей нашей программы. Он утверждает, что не будет. Алексей, кстати, в общем, не трясал это буквально, Алексей Авдей. Едем дальше. Через пару минут мы продолжим разговор о главных событиях Рунета и поговорим об электронных деньгах и криптовалюте. Программа Рунет Сегодня совместный проект Финам.ФМ и Центр онлайн-образования Нотология ведущий программы генеральный директор Центра Нотология Максим Спиридонов. Рунет Сегодня на Финам.ФМ Доброе утро, друзья. Мы продолжаем рассказывать о том, что важного, интересного и судьбоносного случилось в виртуальном пространстве за ушедшую неделю. Программа Рунет Сегодня от 3 февраля 2014 года звучит на 99,6 в прямом эфире в столице или онлайн на финам.ФМ Тогда вы можете слушать нас, где бы вы ни находились. В студии Максим Спиридонов и эксперт этого выпуска Антон Савельев, коммерческий директор LiveJournal Russia, также Павел Рогожин, партнер Рогожин Asset Management. Значит, коллеги, традиционно до новости короткие вопросы по поводу введения в контекст наших слушателей. На ваш взгляд, на кой стадии сейчас находятся электронные деньги. Можно ли сказать, что они все еще в активном росте или учитывая развитие в электронном управлении традиционных банковских инструментов, таких как карты, оплация счетов прямая, электронные деньги начинают уходить. Какая их вообще совсем такая вот условная роль в будущем? Гипотетическая ненужная подробность. Павел, твое мнение? Электронные деньги это просто одно еще из средств расчетов между бизнесом, между людьми. Они были единственными на заре интернета. Их было очень мало, они были очень маленькие, эти компании, но они были фактически единственной возможностью расчетаться в онлайне. Сейчас они... Да, с учетом развития эквайринговых систем, банковских систем, соответственно, происходит такая взаимная интеграция между ИПС, электронными платежными системами, вот в чистом виде, которые когда в свое время создавались, там, там, Яндекс.Деньги, да? Сейчас Яндекс.Деньги, часть Сбербанка, и это уже не совсем ИПС в чистом виде, это уже там условно банковская, по-моему, некоммерческая организация, там, с точки зрения... А не все сейчас банковские некоммерческие организации по закону просто? Все потихоньку идет, ну, с точки зрения взаимной интеграции, да? Потому что, с одной стороны, банки понимают, что им необходимо получать новые инструментарии для расчетов, там, в мобильной среде, в онлайне, и не всегда под этот подходит в чистом виде карты, нужны какие-то, ну, гибридные варианты. При этом, как бы, законодательно, законодательно все больше и больше электронная платежная система сдвигается в сторону, там, банков, секта. Происходит такое некое взаимное проникновение. Ну, вот, ну, как бы, что вполне себе... Они вообще жить-то будут в перспективе лет, ну, может быть, даже, там, десятилетие не скажу, слишком долго загадывать? Жить будут, вопрос, что это уже будет в итоге за продукт. То есть, достаточно много появилось же вещей, как бы, таких псевдо, там, банковских продуктов, когда, вроде бы, у тебя есть, там, интернет-банк, да, с каким-то одним брендом, на самом деле, это просто, там, аналог приложений для расчетов в электронной платежной системе, я сейчас просто не буду назвать там отдельно брендом, вот, при этом часть и большая часть операций, которые обслуживаются каким-то партнерским, обычным банком. Антон, задам тот же вопрос. Электронные деньги на развитии, стадии роста, стадии стагнации, стадии падения? Мне кажется, что здесь очень сильно на развитие этой области влияет именно правовое поле, потому что мы наблюдаем именно в этой области в последнее время большое количество каких-то новых изменений, правовых ограничений. Это вот и последнее сейчас, по-моему, принято, не принято, уже антитеррористический закон, где ограничивается сумма, да, и всякие... И вот те законы, которые у нас приравнивали, так требовали, чтобы они были практически там банковскую лицензию, да, имел оператор платежной системы. вот, и здесь, мне кажется, сейчас нельзя рассматривать развитие этого направления сугубо в рамках рынка, да, потому что вот те вот ограничения, которые могут еще возникнуть, они могут кардинально изменить эту систему, и вот куда приведет... Ну, хорошо. Сейчас о том, как Центробанк решил россиян от опасности уберечь. Банк России предостерег граждан и юридических лиц от использования биткоинов и иных виртуальных валют. В пресс-релизе ведомства указано, что при использовании криптовалют можно оказаться причастным к отмыванию денег и финансированию терроризма. Я позволю себе привести выдержку из пресс-релиза. Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену виртуальных валют на рубли и иностранную валюту, а также на товары, будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществлении сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии регализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Это фактически запрет биткоина в России или последний шаг до запрета, не находите, Павел? Да, абсолютно точно. И вполне понятна реакция ЦБ, потому что, по сути, криптовалюта с ее способом эмиссии и полной непоразначенностью для контрольных органов это угроза праву государства имитировать деньги. То есть, понятно, да, это может использоваться в тех целях, которых описывает и предупреждает в Банк России. Как и любые деньги. Да, как и любые, собственно, деньги. Вопрос, как бы, отвозим мы наличные самолетом, загруженным полностью, да, там, деньгами или мы там прогоняем с помощью этой биткоидов аналогичную сумму. Вот. Мы можем точно так же финансировать ровно то, о чем говорит Центробанк. Ну, как бы, основная угроза, конечно, это угроза с точки зрения того, что все больше и больше начнут использовать и бизнес, и люди для расчета такой тип валют. Как следствие, это угроза, по сути, государственной неприкосновенности, потому что государство только имеет право имитировать на своей территории деньги, обеспечивать контрольных обращений. Да, это вход на площадку. Да, и за этим шагом, знаете, как бы недалеко еще до денег с демериджем. Кремль, чем прости? С демериджем. Ну, то есть, деньги, которые во время начинают дешеветь. Это еще, я не помню, в каких годах придумал там немецкий предприниматель, по-моему, математик Гезель, вот, и даже создатель евро в свое время высказал, что текущая там финансовая система, она не для линовидных людей, то есть, когда мы ориентируем там на накопление по сути расчетных средств и сдаем их там как бы в суды, получаем проценты, да, вот, а на самом деле деньги должны как бы действительно работать и деньги с демериджем, они обесцениваются, да, то есть, у вас обратная процентная ставка годовая, скажем так, она отрицательная, вот, это действительно вот с точки зрения наверное каких-то глобальных угроз, да, там, для, там, государств, ну, конечно, все это подавить, потому что в итоге это угроза текущему экономическому там, строю не только одного государства, фактически это подрывает принципиальные основы государства, которые имеют... государство и в мире вообще экономики. потому что это определяет идею денег как некую полную абстракцию, то есть, они возникли из ниоткуда и появляются ни почему. На самом деле так и есть, и евро и доллары такие же. Деньги на самом деле создавались-то для этого, у вас есть корова, вам нужна банка варенья, вам нужны какие-то расчетные средства, и потом уже, да, деньги начали приобретать некую ценность, как сами по себе, а на самом деле это просто же средства расчета. Ладно, сейчас не будем ходить далеко в эту историю, мы не финансисты, в конце концов, мы экономисты, вопросим прокомментировать это юриста. У нас в связи Саркиз Драбинян, адвокат, руководитель практики по защите прав владельцев сайтов, администраторов доменов ассоциации пользователей интернета. Саркиз, приветствую. Да, добрый день. Если можно как-то лаконично прокомментировать инициативу Центробанка, почему вдруг так беспокоился главный банк страны этим обстоятельством, что будет дальше? Ну, я думаю, действия Центробанка тут вполне понятна. С одной стороны, криптовалюта заставляет нервничать многие традиционные виды валют, в связи с тем, что сегодня биткоин не регулируется ни одним законодательством мира, то регуляторы и Центробанки стран пытаются дать свое толкование тому, что такое криптовалюта. Однако, заявление нашего Сбербанка, оно было довольно-таки жесткое. Во-первых, Центробанк, прошу прощения, заявил о том, что биткоин является суррогатом валют, который фактически запрещено выпускать в Российской Федерации, и также предупредил всех тех, кто будет использовать биткоин в качестве платежного средства, что Центробанк может рассматривать такие операции в качестве деятельности по отмыванию доходов и финансирования терроризма. Соответственно, желание у многих крупных операторов связываться с биткоин пропадет после таких заявлений. Но, если мы посмотрим на мировую практику, есть, наверное, страны с наиболее жестким подходом к биткоинам, а есть те, которые пытаются все-таки как-то узаконить его, вогнать в какие-то рамки, потому что всем очевидно, что криптовалюта существует и будет существовать. Вот, наверное, к странам наиболее жестким в отношении криптовалюты можно причислить это азиатские страны, это Индонезия, это Таиланд, где регуляторы полностью запрещают валюту. Где-то она предстается спекулятивным средством, где-то привавнивается к ваучерам и купонам, но, например, такие страны, как Финляндия, Сингапур, да, недавно, они фактически хоть и не признали криптовалюту электронным средством, но оставили возможность ее оборота на усмотрение самих участников рынка. И там она облагается налогами, НДС, потому что в том числе и майнинг, да, как непосредственное получение дохода от биткоина, так и сам майнинг. Извините, пожалуйста, Саркиз, извиняюсь, что прерываю, объясните, что майнинг это создание биткоинов, это генерация биткоина посредством вычислительных действий компьютера, которые производят пользователи, в общем, это сам процесс эмиссии денег, который тоже происходит парадоксальным, таким, высокотехнологичным образом. Я извиняюсь, что прерываю, Саркиз, добавлю еще к тем комментариям по странам, что Китай в декабре 2013 года наглухо запретил использование биткоинов в КНР, из-за чего курс тогда обвалился у биткоина довольно основательно. Действительно, очень разное отношение к криптовалютам в разных странах зависит от степени, так сказать, тоталитарности, я бы сказал, систем или степени лояльности наоборот. А какое будущее, с вашей точки зрения, буквально 20-30 секунд ждет биткоин? Правовое будущее? Я думаю, да, криптовалюта еще, даже тот же биткоин, он не имитирован до конца, он еще будет выпускаться и будет оборачиваться, не думаю, что цена на него будет падать, потому что спрос и предложение есть, несмотря на то, что традиционные национальные платежные системы будут всячески, наверное, стараться запретить его либо вогнать в какие-то рамки жесткие, в которых он будет существовать. Тем не менее, будущее у криптовалют большое и такое явление должно было произойти, собственно, оно и произошло уже в наши годы, поэтому я надеюсь, что так или иначе эта валюта, этой валюте начнут доверять и она станет более ходовой, по крайней мере, в интернет-среде, в котором перемещаются все рыночные отношения. Вы имеете в виду криптовалюту в целом, да, потому что нас помнят, что кроме биткоина есть менее популярный лайткоин, неймкоин, новокоин, пипикоин. Верно? То есть... Да, верно. Криптовалюту в целом. Если они в долгое, они будут развиваться все. Окей, спасибо большое. Это был комментарий Саркиса Дарбиняна, адвокат, руководитель практики по защите права владельцев сайтов, высадцы пользователей интернета. Коллеги, 40 секунд у нас осталось. Что можем добавить к этой истории? Соединилась скорее к такой отрицающей стороне. Но похоже, что вода, как говорится, найдет место, где просочиться. Так? Наверное, мне кажется, что нужно еще добавить к этой истории то, что на самом деле сейчас вокруг биткоинов растет достаточно заметно негативный фон все-таки этого вопроса. То есть, если мы в России немножко скептически относимся, когда фигурируют такие формулировки про экстремизм, будем закачивать, да. В общем, будем посмотреть, а продолжим через пару секунд. Новые концепции, теории, инструменты для решения деловых задач. Срез рынка в концепции реального бизнеса. Анализ конкурентной среды, люди и их кейсы. В программе «Бизнес-класс» с понедельника по пятницу в 15.05 на Финам.ФМ для лиц старше 16 лет. Программа «РУНЕТСЕГОДНЯ» совместный проект Финам.ФМ и Центр онлайн-образования «Нотология». Ведущий программы генеральный директор Центра «Нотология» Максим Спиридонов. «РУНЕТСЕГОДНЯ» на Финам.ФМ И снова доброе утро. Еще одна новость, новость, из шедшей недели, новость из области виртуальных пространств глобальной сети или «РУНЕТа». Напомню, что программа «РУНЕТСЕГОДНЯ» на 3 февраля 2014 года звучит на 99,6 в Москве либо онлайн на финам.ФМ. Меня зовут Максим Спиридонов. Я генеральный директор Центра онлайн-образования «Нотология» ведущей программы «Аэксперты выпуска» Павел Рогожин, управляющий партнер «Рогожин Ассет Менеджмент» и Антон Савельев, коммерческий директор «Лайв Джорнал Раша». Прежде чем перейти к обсуждению следующей новости, давайте снова нарисуем контекст для ее озвучания. Попросту перечислим главные мобильные операционные системы и конкурирующие друг с другом, да, и главных игроков рынка смартфонов, ну, как вам кажется у таких наиболее заметных? Павел? Ну, понятное дело, это Android от компании Google, это iOS от компании Apple, далее, я бы, ну, скажем, это по трендованию уж точно, потом, безусловно, это Windows Phone, далее идут все то, что осталось несколько лет назад, уже не получил. Далее, то, что в графиках рисуются под общим названием «остальные». Да, остальные. Так, Антон, а смартфоны какие ты считаешь, в смысле, производители смартфонов какие ты считаешь наиболее сильны, те, кто диктует сегодня свою моду, свои какие-то правила на рынке? Да, ну, это, естественно, в первую очередь продукция Apple, айфоны, это Samsung с бесконечными линейками всего, да, и... Довольно успешными. Да, успешными, несомненно. Это сильно сдавшие свои позиции, но пока, по-моему, пытающиеся еще вырулить, местами успешно вырулить Nokia, и... Ну, и дальше там... Да, и дальше, дальше опять же... не настолько сильно остальные, да, но тоже с меньшим долей рынка LG можно вспомнить, ну, и там вот еще один игрок, который сейчас мы... которому сейчас подойдем, вырисовывается довольно ярко и, прямо так сказал бы, энергично. Он заходит на рынок смартфонов, заявляет о себе. Сейчас о том, как легендарная компания Motorola сменила владельца. Корпорация Google продала компанию Motorola Mobility китайскому производителю персональных компьютеров Lenovo. Сумма сделки составила почти 3 миллиарда долларов. При этом американская корпорация сохранила за собой права на патенты Motorola. Сейчас доля смартфонов на мировом рынке составляет меньше 1%. Все еще такие вот, так называемые, фичи-фоны, они доминируют в глобальном масштабе, потому что, ну, там есть Китай, есть Индия, есть, не знаю, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, которые, конечно, смартфоны пока что особо не помышляют. Подавляющее большинство жителей этой страны, поэтому так происходит. Конечно, мир, вот, то, что называется, более цивилизованный, он переходит на смартфоны гораздо активнее. Однако, значит, по миру глобально 1% это смартфоны, доля Lenovo 5% с покупкой Motorola. Компания Lenovo станет третьей на рынке смартфонов после Samsung и Apple. Ну, или после Apple и Samsung, как хотите. Значит, вот то, что случилось, насколько сильно может повлиять на развитие мобильного, мобильных устройств, мобильного интернета, инфраструктуры вокруг этого? Ваша точка зрения, Павел? Я бы не сказал, как бы, что вот именно это событие повлияет, это просто вполне логично, закономерно, на мой взгляд, событие в целой цепочке того, что делает компания Google. Вот, потому что, если посмотреть, как развивалась история с их собственными телефонами, которые под собственным брендом выпускали, что происходит с устройствами серии Nexus, да, потому что они существуют от разных производителей, немножко разных платформах, но там везде есть Android. Для компании Google основное это обеспечить безопасность для своей операционной системы на максимальном количестве платформ. При этом надо понимать, что... Ну, безопасность и объем рынка расширять. с точки зрения, как бы, ну, в том числе патентных рисков со стороны других игроков. При этом, например, надо понимать, что их сотрудничество с компанией Samsung, это как бы сейчас ключевое, наверное, самое большое там по объему, да, оно тоже долгосрочное, стратегическое, у них контракт, если мне память не изменит, там лет на 10 был заключен, с учетом как раз сохранения вот этих патентных прав и по истечению этого срока контракта на продукты, которые создавались в рамках этого сотрудничества. История с Моторолой, да, все говорят, о, 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 сейчас действительно Google начнет выпускать свои гуглофоны на базе Моторола Мобилити, но по факту мы видим, что они вот этой покупкой и последующей продажи, продажи просто железячного подразделения Моторола Мобилити, они просто обезопасили свой бизнес, ну, как бы стоил этом порядка там 9 или 10 миллиардов долларов. То есть они патенты остались, имеешь в виду, да? Да, да. То есть они купили компанию с патентами и производством, а потом продали просто производство, патент оставив себе. Ну, не получается, что, сейчас, прежде напомню вот историю вопроса, когда Google два года назад, кажется, два с половиной года назад купил Моторола, все говорили, о, Google пошел по пути Apple, который, в общем, не без основания полагает, что самый платворный способ создания современного устройства это ответственность за все составляющие, прежде всего, hardware и software. То есть я делаю и железо, и я делаю программное печенье, это железо, и поэтому у меня все работает идеально. Проблема Android, нередко, как мы знаем, особенно на дешевых моделях, в том, что сама система неплохая, железо, в общем, как-то справляется, но вместе они конфликтуют, ну, или так, чувствуют себя не очень комфортно. Вот все говорили тогда при покупке Google Google Моторолы, что, о, вот сейчас они пойдут в пути Apple, замечательно, это случилось. И вдруг Google вот на прошлой неделе по матросив бросает Моторолу в объятия китайских товарищей. Почему вы это так, Антон? Наверное, ну, первое объяснение, самое простое, которое мне видится, это, естественно, то, что, видимо, все-таки не выбрали путь развития Apple и не хотят связываться плотно с железом. По каким-то причинам они поняли, что это нецелесообразно. Да, видимо, они поняли, что падение, вот я посмотрел по цифрам, за время владения Моторолой доля Моторолы сократилась с 2,5% до 1%. Это говорит о том, что, в общем, не смогла. А во-вторых, мне кажется, что еще на самом деле возможен такой вариант, ведь Google достаточно сильно заинтересован в появлении крупных игроков на рынке смартфонов, также базирующихся на платформе Android, потому что практически монопольное такое вот сотрудничество с Samsung, оно достаточно серьезные риски несет. Вот. И сейчас, в общем, руками самого Google возникает третий очень сильный игрок, который может занять достаточно серьезную долю рынка. точно так же развивая свои смартфоны на базе Android. Ну, в общем, похоже, ты приходишь к тому же, что плюс-минус говорил Павел, то, что Google отказывается от того, чтобы быть игроком на этом поле, при этом оставаясь арбитром, который со свистком бегает и говорит, что делать. Я бы так не сказал, потому что тут явно как бы амбиции с учетом развития мобильной среды операционных систем, так, чтобы Android стал тем, что является Windows для предыдущего поколения персональных компьютеров. То есть, если мы раньше говорили о платформе Windows и Intel, да, Windows операционной системы от компании Microsoft, то здесь скорее нужно говорить о каком-то другом акрониме, да, с участием там Android и какого-то ведущего, наверное, партнера по производству железа для смартфонов, планшетов, либо какую-то архитектуру, которая будет использоваться. Здесь дальше работают, я, к сожалению, специалист по деталям железа, здесь важно просто, наверное, понимать, кому еще, кто поставляет основные чипсеты, основное там железо, комплектующие для смартфонов производителя, да, то есть, если это действительно Samsung, значит, понятна, как бы, ставка Android от Google и Samsung, в свое время, как Windows от Microsoft и процессор Intel. Ну, не обязательно там должен быть один главный партнер, такая прелесть в том, что может быть несколько, это очень, такая ситуация равновешенная, диверсифицированная получается, если их несколько ведущих партнеров, один выпал, но, слава богу, до свидания, говорит Google, и опирается на оставшихся. не, ну, рынок этот никогда не бывает на 100%, монополизирован, давайте вспомним, там, Microsoft и Intel, AMD, да, производитель процессов, более дешевая платформа и так далее, что, очень похожая история, да, Samsung более, как бы, продукция более, там, высокого класса, и, пожалуйста, тебе Lenovo более дешевая, вот, тот же самый пример, и это борьба, на самом деле, за тотальное распространение Android, которое позволит уже туда внедрять все те приложения, ну, то есть, вот сейчас пока операционная система Windows, да, и офисные продукты от Microsoft, они сдерживают развитие альтернативных систем, операционных, там, пакетов, вот это вот решение, операционная система плюс офисный пакет, оно еще позволяет, как бы, удерживать вот долю компании Microsoft, как только будет покрытие выше, появится больше в этой системе продуктов, там, для офиса, для бизнеса, да, то есть, аналогов, тем больше шансов у Google окончательно задавить Microsoft. Апропо, несколько лет назад в одной из моих программ, помню, хорошо мы говорили о том, что вот Android, несмотря на то, что оно, казалось бы, только еще заявка на успех, только развивающаяся операционная система, мобильная, может в перспективе стать чем-то, что может быть даже больше и важнее, чем поезд для Google, хотя, казалось, тогда это невозможно. И сегодня, похоже, это, ну, если не становится больше, то в один ряд уж точно. Android настолько повсеместен, теперь, учитывая то, что он еще теперь идет Smart Auto, так называемое, то есть, он начинает претендовать на экраны устройств внутри автомобиля, идет Smart TV, сейчас менее успешно, тем не менее, идет, и так далее. В общем, мы пытались любопытную ситуацию. В Твиттере, Максим Спиридонов, мы спросили, наш слушатель, почему Google продал Motorola, отказался от идеи стать производителем смартфонов. Получили вот такие ответы. Очевидно, что им нужны были лишь патенты Motorola, то, что мы сами тоже говорили. С недавно подписанным соглашением Samsung открываются новые горизонты. То есть, он, видимо, решил сбросить в себя груз о веществленной реальности, то есть, это производство, заводы, там, все эти люди. Оставить бумажные патенты, это удобно и, в общем, несложно к хранению. Еще один ответ. Производство железок не так прибыльно, как продажа сервисов и владение патентами. Моторловские патенты они оставили себе. То есть, Google, все-таки, вот в этом, по крайней мере, стремится к тому, чтобы остаться таким виртуальным владельцем больше. Хотя, в других направлениях они проявляют активности в реальном мире. Вспомнить то, что они идут в роботизированные автомобили и так далее. Вопрос, как они идут? Что останется в итоге в начинке? А производство, да, действительно могут делать, например, их новые партнеры Lenovo. В чем проблема? Будут роботы от Lenovo, а управляться они будут на операционной системе какой-нибудь Android или какой-нибудь модификации. Но, опять же, пока, как я уже сказал, мне кажется, что борьба идет именно в этом поле. Я не раз говорил в этой программе, из года в год повторяю, это Google становится мировым дегимоном. Мы еще поплачем под ним. Да, это факт. Как мы плакали от Microsoft, как-то ежики плакали, кололись, мы продолжали есть этот кактус от продуктов компании Microsoft, но, видимо, в какой-то момент мы будем то же самое говорить про компанию Google. коллеги, пора заканчивать. На этом все. Была программа «Ронет сегодня». Мы рассказывали о главных новостях ушедшей недели в области цифрового пространства. Напомню, что слушать нас нужно каждый понедельник. Этот дайджест главных событий онлайна появляется регулярно. Меня зовут Максим Спиридонов. Всего хорошего. Ну и пока. Субтитры подогнал «Симон»